Уважаемый зритель! В их отправляют под суд. На их место приходят другие, близкие к шефу, Сергея Аксенов, люди из 90-х, чьи фамилии у крымчан прочно ассоциируются с контролировавшими когда-то полуостров уголовными группировками Башмаки и Селин. Появление во главе Симферополя Игоря Лукашева – подарок украинской пропаганде не хуже, чем идеализация бандеровцев в фильме «Крым». В киевских архивах есть достаточно компромата на этого человека, который украинским правоохранителем был известен, как один из руководителей Селина. Впрочем, и о биографии Аксенова, известного в уголовной среде по кличке Гоблин им тоже известно немало. Первый поход во власть, предпринятый Селемом в 1995-1997 годах, окончился похоронами. На аллее героев городского кладбища отдал тогда упокоились депутаты Симферопольского горсовета Олег и Валерия Любичи, Александр Вишняков и Сергей Мишак. Валерия Любича застрелил в упор его телохранитель, Олега забили камнями, отрезали ухо, изуродовали до неузнаваемости и контрольный выстрел в голову. Мишака и Вишнякова изрешетили автоматными очередями в новенькой красной 99-й. Никто из них не дожил даже до 30-ти. В крымской столице до сих пор помнит, под каким предлогом едва возглавивший местный главк МВД Михаил Корниенко наотрез отказался почтить своим визитом горсовет крымской столицы. Там же у вас одни бандиты, но мало-помалу правоохранители очистили и Крым, и столичный горсовет. В итоге к концу 90-х вся селемская братва сдала мандаты. Кто-то оказался за решеткой, как их крестный Сергей Воронков, а кто-то – на кладбище. Казалось, что эта позорная страница истории перевернута навсегда. На этом фото человек, похожий на Игоря Лукашева, сидит в торце стола, запечатлен в компании, по-видимому, именно Сергея Воронкова, в черной майке. За столом минус селемская верхушка. Аксенов нуждается в своих подельниках в конце августа подал в отставку Симферопольский градоначальник Геннадий Бахарев. Не сказать, что горожане очень расстроились, крымская столица сегодня лежит в руинах, каких не бывало даже в лихих 90-х, когда переселенцы из Средней Азии выгуливали в городских парках стада баранов и косы растаскивали на свои самострои чугунные ограждения с набережной Салгера в центре города. Дороги разбиты чуть ли не повсеместно, деревья вдоль улиц вырублены, а ветхий жилой фонд если ремонтируют, то исключительно в центре, принудительно отселив из него на окраины прежних обитателей, навсегда. Такого беспредела с отселениями, к слову, не было даже в 90-е, бандиты подобным промыслом брезговали. В общем, по Бахареву горожане не рыдали. Знать бы им заранее, кем его заменят. Объявили конкурс, заявки на вакансию главы городской администрации подали 10 человек. Аксенов получил намек от Москвы, хорошо бы отдать столицу в управление Михаилу Василенко. Этот глава союза экологов северо-запада летел в родной Крым из Петербурга, ожидая, что поддержка из столицы поможет ему победить в конкурсе. Но уже в Симферополе стало понятно, что этим планом сбыться не суждено. Но конкурсная комиссия сама провела собеседование, в результате которого Игорь Лукашев набрал 80 баллов, а его конкурент Максим Николаенко – 69. Василенко показательно пролетел, а Аксенов в очередной раз продемонстрировал свое, по сути, наплевательское отношение к пожеланиям Москвы. На другой день состоялась сессия Горсовета, по итогам которой 29 депутатов проголосовали за Лукашева и лишь один – за Николаенко. Крымский политик Леонид Грач считает, что Лукашев возглавил Симферопольскую администрацию по той причине, что в настоящее время он является близким соратником Сергея Аксенова. Когда-то был фильм такой минус «Бандитский Петербург». Вот это я бы назвал «Бандитский Симферополь». В Симферополе под Аксенова серьезные ответственные люди не пошли бы, минус вот так, если довериться ресурсу Крым. Реалии, повествует Грач, Аксенову нужны его подельники, его сообщники. Таким, кстати, был Бахарев. Таким в свое время был и нынешний мэр. Ряд депутатов, действующие члены преступных группировок – это мелкая сошка, отмахнулся от просьбы версии характеризовать Лукашева Алианид Грач. Надо значительно глубже и шире смотреть на происходящие процессы. Российские криминальные круги пошли сюда, на полуостров, начали отжимать, отбирать, прибирать к рукам и до сегодняшнего дня продолжают это делать. А местечковым, которые действительно выходцы из криминала, ничего не оставалось делать, как вступить в борьбу. Они и вступили. И, очевидно, пока побеждают. Игорь Лукашев стал депутатом Симферопольского горсовета в 96-м вместе с братьями Любич, Воронком, Воронковым, Мишаком, Кривонышкой и Вишней, Вишниковым. Официальная биография Лукашева огласит, что с 1990 по 2002 год он работал в коммерческих структурах Крыма. Таковых было несчетное множество. Фирмы Чир, Вскане, Интеркантбанк, Кардинал, Планета, Ресторан Фламинго, Бар Фальстав. Но наибольшую известность получило совместное предприятие Саммит Минус. Похоже, что в нем числилась практически вся селемская верхушка. Единственная публичная ниточка, которая связывает Игоря Лукашева с ОПК, это его трудовая деятельность. Минус можно узнать, если верить украинскому изданию «Траст». С 1992 по 1998 год он был генеральным директором СП «Саммит», учредителями которого являлись члены ранее действующей ОПК «Селем» во главе с Воронковым. В начале 90-х годов Крым нефтепродукт совместно с ОПК «Селем» получили контроль практически над всеми нефтебазами Крыма. А вот что о Лукашеве говорил в 90-е и тогдашний начальник ГУ МВД Украины в Крыму Геннадий Москаль, если довериться все тому же сомнительному интернет-изданию, ряд депутатов, действующие члены преступных группировок и криминальные авторитеты. Я обратился к президенту, премьер-министру и главе Верховной Рады с этой информацией. Среди них выделяются Александр Мельник, Игорь Лукашев и Николай Котляревский. «Лукашев, разумеется, отбивался, мне что, выйти с плакатом, я не такой, как обо мне говорят», — цитировала предпринимателя газета «Крымский Телеграф» в 2009 году. «Им просто больше ни к чему придраться». «Я перестал обращать на это внимание». В середине нулевых Лукашев стал депутатом Верховной Рады Крыма, возглавив бюджетную комиссию парламента. Считалось, что в тот период он был близким соратником Александра Мельника, минус писало уже упомянутое украинское издание «Крым. Реалии». Аксенов тогда был мальчиком на побегушках и, естественно, не брался в расчет Лукашевым и Мельником, минус вспоминает Леонид Грач, потом они рассорились. Для Аксенова это было важно. Он заткнул за пояс Мельника, главного конкурента, который, по сути, был смотрящим от Донецка. Лихие 90-е возвратились. Всю новейшую историю вплоть до воссоединения Крыма с Россией на полуострове действовали две крупные организованные преступные группировки «Минус Селем» и «Башмаки». Первой везло чуть больше, второй – чуть меньше, но при этом у них во всем соблюдался паритет. Все изменилось после русской весны. Башмаков в одночасье пересажали, начиная с лидеров Александра Данильченко и Николая Кожухаря вплоть до низовых. Зато сей Лемский, казалось, сорвали куш. Им отдавали в разработку песчаные карьеры и месторождение известняка «Ракушечник», самый популярный в Крыму строительный материал. Они выкупали эфиромасличные винодельческие предприятия. Во властных коридорах замелькали уже порядком подзабытые физиономии. Вот Миля, вот Ваня Житнюк, не так давно его кто-то убил, а вот и сам воронок собственной персоной. Те, кто считал, что тюремный срок захоронения оружия подрежет ему крылья, были, пожалуй, слишком наивны. А теперь, новые возможности. Только представьте, что начнется с приходом нового градоначальника. Впрочем, как выяснилось в ходе подготовки этого материала, назначение Лукашева мэром Симферополя не окончательное. Да, его выбрали, за него проголосовали, но, не утвердили. Как разъяснил председатель комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления госсовета Крыма и Фимфикс, Лукашев прошел всю процедуру, но теперь ему нужно пройти специальную проверку. Сколько она продлится, мы не знаем. Кстати, теперь на очереди Ялта. Там тоже нет мэра. И, как отметил Леонид Грач, чтобы сохранить контроль над Ялтой, Аксенов в ближайшее время организует там конкурс, аналогичный Симферопольскому, возможно, чтобы добиться назначения своего ставленника. Как ранее сообщало агентство РУСПРЕС, в прошлом году на полуострове были арестованы бывшие лидеры ОПК Башмаки Александр Данильченко, Данила, и Николай Кожухарь, Молдаван. Оба они числились вице-президентами Крымской в спортивной федерации, в том числе, возглавляемых Аксеновым. Принято считать, что оба попали под суд из-за старого конфликта с бывшим прокурором, а ныне депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Поклонская, выступавшая обвинителем по делу Башмаков была в 2011 году избита этими двумя спортсменами, и Аксенову попросту не хватило аппаратного влияния, чтобы защитить своих друзей. Подпишитесь на данный канал, и поставьте лайк, спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok